Нынешние масштабные перемены в правительстве можно было бы связать с итогами поездки в Оршу, где перед глазами Александра Лукашенко предстала неприглядная картина. Промышленные предприятия не то, что не успели обновить производственную базу, не навели даже элементарного порядка. И это стало лишь подтверждением оценки, которая у президента была практически сформирована. Кабинет Андрея Кобякова увяз в волоките, безответственность стала его ключевой чертой. В дополнение к этому срыв принципиальных поручений. Я хочу сказать, дело не только в Оршу. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное в глубине. И вы понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны. Мы взяли определенный курс. Согласно конституции страны, президент в своей предвыборной программе оглашает этот курс. И люди, исходя из этого, голосуют. И никому не позволено обманывать людей. А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так. Давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс. Ну в других же странах так делается, так у меня никогда не было и не будет. То, что мы людям обещали, а правительство было создано именно под этот курс, тот курс должен и проводиться. И главное в нашей политике – народ. Это никакой не популизм. Я всегда об этом говорил и говорю. В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди – это главное. Дисциплина, порядочность, сплоченность. Система власти, жесткость ее, нацеленная на дисциплину и профессионализм. Это фактор независимости нашей страны. Мы будем в независимости, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы рухнем, обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения. У нас некоторые правительства начали понимать это по-другому. Давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим. И при том, никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам люди живут и работают. Мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия. Надо, не надо нам это предприятие. Важно оно для Беларуси или нет. Можем мы, как госпредприятием, управлять или нет. Новые инвесторы и хозяева принесут что-то большее для бюджета. Налоговую больше будут платить. Заработную плату будут платить хорошую людям. Выкинут ли они половину на улице людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы. Нам такая численность не нужна. Мы этих увольняем, оставляем с крупной компанией кукиш, как в народе говорят. Слушайте, такая приватизация в Беларуси не пройдет. Такая приватизация нам не нужна. Этот курс неприемлем. И это главное в работе нынешнего правительства. Но до каких-то пор это было терпимо. Но когда перестали исполнять поручения, которые даны президентом публично. Когда в результате народ смотрит и думает, так президент же поручил. Почему же его правительство не исполняет? Вот это и была последняя капля, которая переполнила эту чашу. Притом я вел себя абсолютно честно в отношении должностных этих лиц. Два года назад поставил задачу, я два года толгичил им и рассказал уже, что надо делать. Так выходит так. Задачу президент поставил. Потом рассказал, как выполнять эту задачу. Видит, что не выполняется. Пошел выполнять сам. В таком случае какой вопрос возникает? Зачем такое правительство? Еще ворше Александр Лукашенко поручил своей администрации подобрать кандидатуру для нового состава правительства. Обсуждали не кулуарно. Учли мнение и силового блока, и представителей крупнейших общественных организаций. Молодежи, профсоюзов, ветеранов. И не став дожидаться понедельника, Александр Лукашенко лично оглашает состав новой команды. Премьер-министром Республики Беларусь назначается Сергей Николаевич Румас. Сергей Румас опытный управленец. До этого возглавлял банк развития. Но его сильные стороны не ограничиваются лишь финансами. Хорошо знает агросектор, курировал в свое время программу по деревообработке. За плечами к нам уже есть опыт работы в правительстве в ранге вице-премьера. Это человек, который поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения. Знаю, что был не очень любим ныне прошлым правительством. Знаю. Я ему поручал много конкретных вопросов. Не его сферы. Они всегда выполнялись. От вчерашнего там свиноводческого комплекса, датский вариант, по-моему, в Толочине, вот, опять в газете прочитал, деревообработки, до родины его, в Турове, как-то называется, молочный комбинат, или как частный, Туровский молочный. Работает, вытащили. Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин. Ранее он руководил аппаратом «Совмином», принимал участие в развитии IT-сектора. Вице-премьером, отвечающим за промышленность, назначен Игорь Лешенко. С 2014-го он возглавлял концерном «Белнефтехим». Новое назначение застало Игоря Лешенко в командировке. Курировать строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт. В ранге вице-премьера будет Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал в должности зампредседателя комитета госконтроля, а еще ранее был первым замом столичного мэра. За социальную сферу медицины, культуру, спорт будет отвечать заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он вернулся из Москвы, где возглавлял белорусскую депмиссию. Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, который прежде возглавлял управление капитального строительства Минска. Министром промышленности стал Павел Утюпин, бывший замминистра экономики. А министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в айтишной сфере и так далее и тому подобное. Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой, который ранее был первым заместителем министра. Очень хотелось, чтобы министерство экономики в эту организацию хорошо изучили, приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно. Председателем государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко, кадровый дипломат, который представлял интересы Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах. Но и в Госвоенпроме он также поработал на позиции первого заместителя председателя. Вы там работали, вы хорошо знаете эту сферу, очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть. Александр Лукашенко предупредил, новый состав не должен повторять ошибок предыдущего. Речь, к примеру, о подходах к собственности. Ставка должна быть не на продажу активов, а на их обновление. А также о социальных программах той самой «тысяча рублей средней зарплаты». Никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок – это резать по-живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Нет, в правительстве не так, так, этак надо агулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство. Ну а поручение правительству достичь хотя бы тысячи рублей средней зарплаты по стране – это у них вообще вызвало панику? Что это недопустимо. Оказывается, допустимо даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы лично мне пришлось это сделать, чтобы убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысяч рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году в самые низкооплачиваемые слои. Нянечки в детских садах, медсестры-нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем. Люди культуры, социальное обслуживание. Одни формулировки. Мы не можем, мы не должны. Рухнет курс, рухнет страна, рухнет все. Ну хорошо, я предложил альтернативу. Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки. Да нет, в правительстве это невозможно. Надо менеджерам правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что это за справедливость? И сегодня же президент, как и обещал, ответил на критические замечания, которые на этой неделе появились в прессе и интернете. Мол, Оршанский разнос и правительственная чистка выгодна Александру Лукашенко, ведь скоро выборы. Слушайте, я когда это прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские? Оказывается, у нас в 2020 году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра? Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы мы приведем президентские строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная. Никакой разнос, никакие чистки президенту не выгодны. Потому что правительство формирует президент. Да, он консультируется, он изучает эти кандидатуры с общественными организациями, как я сказал, гражданским обществом, но указ подписывает президент по назначению членов правительства. Кто-то пишет, что отставки – это приговор системе. Ответ президента краток. Наоборот, решение принято для укрепления государственности. Механизм, который начал давать сбои, подлежит замене. Отреагировал и на предложение устроить открытый конкурс, по сути, кастинг под освободившееся кресло. И на критику, что высокие должности займут самые близкие. На самом деле, в пользу того или иного претендента играла отнюдь не преданность, а опыт и квалификация. Объявить надо открытый конкурс. Придут по конкурсу, управлять будут страной. Да мы насмотрелись в западных странах, в Восточной Европе. Мы насмотрелись на эти конкурсы. В России их проводили, в Украине проводят. И что? Некоторые говорят, ну, Лукашенко сейчас назначит близких к себе. Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича вообще не знал. Знал его отца, молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему присматривался. И несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил IT-сферу развивать. И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, ну просто это моя практика проверять людей в разных ипостасах. И то, что он побыл в комитете госконтроля, и то, что он увидел через призму комитета госконтроля развития экономики нашей, все недостатки увидел, это благо, это опыт. Этот состав правительства президент назвал новой генерацией управленцев. И очень бы хотелось, чтобы у этого поколения был иммунитет к старым болезням, в том числе к коррупции. Чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения, коррупционер на коррупционере сидит, коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарства и на технику, которую мы закупали в больнице. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции. Это не просто с каким-то другом-бизнесменом поделили деньги, которые этот друг-бизнесмен где-то заработал. В России или еще где-то. Это один вид коррупции. Но когда ты из кармана всего населения, не такого богатого, забираешь последнюю копейку через цены на лекарства и прочее, это неприемлемо и недопустимо. Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. И да, я уважаю людей, которые отдают себе полностью делу, которые выполняют даже, может, и несвойственные для них функции, потому что они любят свою страну и любят народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу страну Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа. Замена в правительстве, казалось бы, внутреннее дело страны. Но некоторые эксперты усмотрели даже в этом руку Кремля. Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Петришенко, наверное, это лучше, чем кто знает. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как народ говорит, как облупленного. Я его также тоже знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения в Союзе Беларуси – Россия. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые, близкие отношения. Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризменно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией, конфликт этот. Нам это надо, нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно тысячу километров с востока на запад, с запада на восток – это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси. В экономике будет продолжен курс, выбранный на Всебелорусском собрании. Продолжится модернизация предприятий, исполнение социальных обязательств. И укрепление благосостояния людей – один из первоочередных приоритетов. Сегодня все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и для устойчивого функционирования экономики, приняты. И измененный состав правительства будет по ним работать. Вместе с тем глава государства подчеркнул несколько важных, на мой взгляд, акцентов, которые должны быть присущи обновленному составу правительства. Первое – это дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительство явились вопросы, которые появились в Орше и целый ряд других вопросов. Поэтому глава государства начал с этого. Вопросы дисциплины, вопросы порядочности и вопросы благосостояния людей. Что касается последнего, глава государства подробно остановился на этом. И рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства. От нынешнего состава президент ожидает слаженной командной работы. Внутри правительства не должно быть фракции и блоков из приверженцев различных направлений. Я вас очень прошу. У меня большие надежды на вас. И вот действительно через какое-то время и к выборам мы придем парламентским, и президентским, и так далее. Это наш экзамен. И мне хотелось бы, чтобы меня ни в коем случае не упрекнули за плохую вашу работу. Еще раз подчеркиваю, вы пальцы на моих руках, считайте на одной руке. И каждый болит у меня одинаково. Вы мои дети. Я за вас отвечаю. Общий рейтмотив нынешних назначений. Беларусь – независимое государство. В какой стране мы будем жить и как она будет развиваться, зависит только от нас. Конечно, ответственность у топ-менеджеров большая. Но и каждый гражданин может внести вклад в общее дело. Александр Злобин, Наталья Стельмах, Сергей Янковский. Наши новости – субботний выпуск.